Пик наркомании в нашей стране пришелся на непростые для россиян 90-е годы. Сейчас можно сказать, что количество страдающих от этой зависимости меньше, чем раньше. Но проблема незаконного оборота наркотических и психотропных веществ по-прежнему остается острой. О том, какая работа проводится в Славянском районе по противодействию распространению наркомании, смотрите в следующем материале выпуска. В 2016 году на территории Славянского района было выявлено 109 фактов незаконного хранения и сбыта наркосодержащих веществ. А уже с начала этого года – 43, что на 6 больше по сравнению с прошлым годом. Ежедневно проводятся инструктажи в отделе перед заступающими нарядами. У нас подразделения отдела по контролю за оборотом наркотиков, сотрудники оперуполномоченные, выезжают в поселение. В разных Славянского района, где совместно с участковым и полномоченным полицией получают информацию, отрабатывают, устанавливают все эти факты и привлекают людей за незаконный оборот наркотиков. То есть работа в этом направлении ведется. Самый эффективный способ борьбы с наркоманией – это ужесточение наказания за хранение и распространение наркотиков. Сегодня за данное правонарушение можно получить от 8 до 20 лет тюрьмы. К сожалению, некоторые не до конца осознают всю строгость закона. В мае месяца этого года у жителя Славянского района дома было обнаружено 79 кустов дикорастущей конопли. То есть факт был выявлен на культивирование. Материалы, переданные сейчас в органы знания, тоже решаются вопросы возбуждения уголовного дела. Большую роль в борьбе с наркоманией играет профилактическая работа среди подростков и молодёжи. Этим вопросом занимается межведомственная антинаркотическая комиссия, которую возглавляет глава Славянского района Роман Синеговский. Одна из основных задач комиссии в рамках профилактики – это информирование о пагубности влияния на человека, алкоголя и наркотиков, пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи. Работа обширная, работа колоссальная. Вся работа проводится в теснейшем сотрудничестве как органов профилактики, то есть, ну, я говорю уже и управление, и опека, и попечительство, и по делам несовершеннолетних, ну, все-все-все службы, непосредственно глав поселения, администрации поселения, в теснейшем сотрудничестве с правоохранителями. В Славянском районе проводится много мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Фестиваль неформальных молодёжных субкультур «Свежий ветер», акции «Не курю и тебе не советую», «Вред парад», конкурс «Агитбригад», фестиваль «Счастье жить». Все они наглядно показывают, что негативным привычкам не должно быть места в нашей жизни. У нас большое количество различных секций, кружков, клубов по месту жительства, которые объединяют себя, в принципе, людей абсолютно разных возрастов. Абсолютно. Мы, ну, так навскидку, скажем, только по домам культуры ежемесячно проводится, ну, более 60 мероприятий. Это в целом по району. А мы понимаем, что это, ну, не только, скажем, беседа о том, что наркотики – это плохо. Нет, это, в первую очередь, скажем, и работа с населением. Показать то, чем человек может заниматься, где он может найти самовыражение, самореализацию, независимо от его возраста. Наркомания – это страшная и опасная болезнь, которая может коснуться каждого. Если вам что-либо известно о фактах незаконного оборота наркотиков, о местах употребления, хранения и сбыта, о лицах их употребляющих, в том числе несовершеннолетних, просьба сообщить об этом по телефону, которым вы видите на экране. Надежда Калинина, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».